дошел ход до вот этой посылочки сереже спасибо прислал мне ссылочку я оставлю под видео еще раз спасибо сейчас попытаемся вот из этого материала изготовить насадочку распилил получилось две заготовочки довольно таки жесткий материал вот это дело сточу лишнее уберу попробую имплантировать и обработать его работки возьмем полировальничек ровную площадочку и шкурку приемовскую градации 120 и сейчас будем крутить постараюсь я до ровного все это стать в обработке довольно таки он упертый интересный материал руки вот такие от него шкурка вот такая обрабатывается чистенько немножко заготовка греется но он не плавится чуть-чуть еще надо сточить до ровного заготовочка готова решил я сделать как можно шире как раз у насадочка соответствует примерно из большего всегда можно сделать меньше не знаю чего такое было самое главное что резьба м8 шаг 125 то чем я обычно пользуюсь качестве насада проверяем пистолет все прогрелась наносим клей температуру и чуть побольше дал где-то 150 металл заберет часть температуры составим все это замерзать такая немного корявая заготовочка получилось почему я решил на металл чтоб неудобнее было ее обрабатывать в оригинале такая насадка приклеивалась на пластика не на металл возможно это важно буду вот это лишнее все обтачивать получилось вот такая заготовочка сейчас берем дрель и делаем маленький токарный станучек интересная такая деталь получилась мне будет удобнее обрабатывать и контролировать и уже возьму болгарочку вот он промежуточный вариант еще немножко надо доточить вот уже получше какая у нее будет форма я еще не знаю заготовка удалось и держится она даже на металле хорошо несмотря на то что заготовочка горячая теплая тем не менее держится обкатка покажет какой формы она должна быть и где ее применять по идее на молоток на пробойник должно падать посмотрим как это будет все работать вот так это насадочка выглядит вот такой блестящий я решил немножечко попробовать тирануть вот волочный круг такой или фетровый есть но неважно и он тоже заблестел уже чуть-чуть я прикоснулся уже появился блеск так что полируется он довольно таки легко попробовал постучал что-то мне не очень понравилось решил сделать вот диаметр уменьшил там 17 с половиной миллиметров очередной этап на окончании получилось где-то под 15 получается миллиметров буду пробовать заполировал сейчас вот здесь доточу вот эту выборку уберу сделаю плоская из нее еще можно сделать но как минимум две насадочки круг бедный аж замусолился вот такая получилась ровная площадочка сейчас надо придумать как ее поделить порезать попилить чтобы удобно было выход обязательно найдется пока что пистолет в режим входит что я придумал вот ровную поверхность у нас деревяшка намазываем клеем приклеиваем клей замерзает и потом берем болгарочкой тоненьким кругом режь хоть вдоль хоть поперек и она будет зафиксированная потом капнул спиртиком и все можно наклеивать и обрабатывать и что-то вот такое получится можно клеится пусть теперь замерзает разметил не забываем про технику безопасности деревяшка зафиксировано заготовка тоже клеем зафиксировано проблем никаких пожалуйста и заготовки до сих пор держатся хорошо все крепенько капаем чуть спиртика дерево пористое спирт хорошо впитывает поэтому хорошо держится сразу же возникла идея может быть с такого материала каких-то грибков наделать с него прям клей даже вот золотого отходит он тянется хорошо держится очень хорошо сейчас с этого огрызочка будем делать маленькую насадочку пистолет в режим вошел будем сейчас клеить чуть прогреваю чтобы эффективнее клеилась поскольку металл рассеивает тепло легко и быстро все ровно пусть теперь замерзает заготовочка будем дальше обрабатывать вот что получилось сейчас немножко полирну окончание здесь чуть-чуть остроту здесь скруглю вот этот диаметр на кромке у нас 8 миллиметров здесь 9 попробуем это окончание на пробойник легко и быстро полируется материал в итоге получилось две насадочки сейчас буду их обкатывать они две насадочки это я думаю попробовать качестве пробойника на эту как насадку для молотка сейчас потестим это у нас кризовые полоски выдернут это у нас по идее полоска пожирные будет это кружочком делитель треугольник есть вариант обкатать на пробойники и на молотоке и посмотреть что получится сразу скажу что немножко попробовал здесь поработал интересно работает даже мой можно сказать немножко прям жестковато потому что вот здесь как бы как с минусима скажу одно сразу мне понравилось работает довольно таки жестко какие-то вот такие местные узлы развязывать будет очень даже неплохо если посильнее ударить можно прям ямку пробить здесь пластик довольно таки жесткий виден да прям хорошо он пробивает как раз показываю что если им работать неаккуратно можно нас андулить вмятин очень даже серьезных жесткий такой пластик следовым не оставляет здесь тоже самое глянец остается нужно и накосячить можно и забить также и это насадка довольно таки жесткая если надо можно и забить и что даже на ребрах пробивать короче можно даже с ребрами забивать при желании будем обкатывать смотреть куда применять а куда не надо применять пент номер два молоток короткий металлический те же самые насадки сейчас буду забивать рекомендую два миллиметра вот такая вот была то ли отверточка там написано полтора но я где-то вот столько спилю очень-очень рекомендую не следит ничего правда я долго с ней помучился пока вот это окончание повернул но зато теперь кайф вот еще раз показываю каиси или каиши вот такая отвертка была теперь пробойник стал специально бью утрированно сильно чтобы показать что правильное окончание ну ладно не стал прям пик минусы будут хорошие как мы видим все живое сейчас вот здесь попробуем вторую мятинку постучать я тут выводить до идеала не буду это никому не надо это всего лишь пример вот сейчас покажу крупным планом вот здесь я сбил прям сильно проминает но тем не менее вот остается целый смотрим вот что мы видим вот они вмятины и тем не менее лак не склонны здесь вот то же самое но черный это грязь какая-то и и Продолжение следует...